Здравствуйте! В эфире программа «Люди Большого Города» в студии Алена Патрина. И сегодня мы поговорим о вредном воздействии табачной продукции на организм человека. И поможет нам сегодня в этом разобраться врач-пульмонолог высшей категории, кандидат медицинских наук Анна Геннадьевна Сотникова. Анна Геннадьевна, здравствуйте! У нас сегодня с вами очень важная тема, и у меня сразу к вам вопрос. После того, как государство объявило борьбу к курению, табачные компании постоянно меняются, мимикрируют под ситуацию и выпускают все новые продукты. И они заявляют, что эти продукты якобы не вредны и помогут бросить курить людям. Так ли это на самом деле? Очень интересный и важный вопрос, потому что изначально вот эти все электронные системы доставки никотина задумывались как здоровая, полезная альтернатива традиционным сигаретам, традиционным табачным продуктам. Однако жизнь показала, что не все так просто. Вот эти электронные системы доставки никотина обладают своими отрицательными факторами, и, соответственно, проведены уже какие-то клинические исследования, уже какой-то опыт наблюдения за этими электронными системами. И, конечно, вопросов имеется очень много. И даже не к самому никотину, а к сопутствующим продуктам, которые выделяются при генерации вот этого аэрозоля. И вот момент. После того, как ввели вот эти все запреты, и очень сильно помолодел контингент. Потому что раньше дети плюс-минус как-то начинали курить попозже. А сейчас ты смотришь, что везде они уже не стесняются, они курят в помещениях, заявляют, что это, в общем-то, не запрещено. Да, вот особенностью вот таких вот электронных сигарет, вейпов, конечно, является то, что если бы обычную сигарету традиционную, человек не стал бы курить дома, в машине, здесь абсолютно вот этот ареал возможности курения здорово расширился, и, соответственно, конечно, контингент помолодел. Вообще это является очень большой проблемой, потому что по данным Всемирной организации здравоохранения процент курящих людей среди россиян 39%. Это активные курильщики, это, конечно, катастрофа. Ну, в эти 39% включаются все и традиционные курильщики, и уже вот эти вот новые курильщики. Но ситуация катастрофическая, потому что на самом деле действительно помолодела категория курящих людей. Это стало более доступно, и вопросы регулирования приобретения этой продукции, они пока тоже очень дискутабельные. Во многих странах ведь это не секрет. Электронные сигареты, они полностью запрещены, как к рекламе, к продаже, к реализации. Просто полностью запрещены. Вот, например, приведу пример Соединённых Штатов Америки. Там же была катастрофа с этими электронными сигаретами в 2019-2020 году, когда больше 3000 человек заболело простую болезнью курильщиков электронных сигарет, которая называется Эволи. То есть это совершенно новое заболевание, до этого ранее неизведанное и не описано у обычных табачных курильщиков. Это тяжёлое поражение лёгких, среди которых вот этих среди 3068 летальных исходов. Это, конечно, просто катастрофа. И после этого были инициированы такие массовые клинические исследования, которые просто вынудили организацию здравоохранения запретить к продаже эти табачные изделия. Это, я думаю, очень серьёзно. А почему же они тогда заявляют, что они безвредны? На чём они основываются? Вы знаете как? Получается, что в курении традиционных обычных сигарет, кроме вдыхания никотина, есть ещё вдыхание никотиновых смол, то есть продукт горения табака. Здесь позиционируется, что вот у нас нет продуктов горения, но для того, чтобы сгенерировать вот этот густой пар, который вот так вот подростки с таким удовольствием пускают, такими клубами, который ароматный, для генерации и для плотности этого аэрозоля есть другие химические вещества, которые не менее безвредны, чем продукты горения. Это пропиленгликоль, это глицерин, это витамин Е. Причём вот когда они подвергаются нагреванию, так называемому пиролизу, какие соединения летучие образуются в результате вот этого нагревания, это, конечно, не то что таблица Менделеева. Менделееву даже такой присниться не могло, потому что это более хитрые, более сложные вот такие вот составы, которые являются токсичными для лёгких. И особенностью вот этого пара, в отличие от никотина и никотина, содержащих вот этих вот смол, является то, что этот аэрозоль, он очень-очень мелкодисперсный. То есть вот, ну, говоря медицинским языком, распирабельная фракция, фракция этой аэрозоли, которая проникает в самые глубокие отделы лёгких, это очень мелкие частички, которые достигают просто в самых глубоких отделах лёгких, где уже идёт газообмен, где газ переходит в кровь. И, соответственно, токсическое действие, оно не только для лёгких, а поскольку в общий кровоток, то это отравление всего организма идёт. Бывает, что это незаметно, бывает, что если превышать там необходимые какие-то минимально возможные концентрации этого продукта, а дозировать его очень сложно. Если человек по сигаретам может считать, то, да, по этим электронным системам доставки, картриджи бывают одноразовые, бывают сменяемые, и вот каких-то вот пределов никто их не устанавливал, никто этого не знает, это раньше не изучалось, поэтому какая-то передозировка и токсический эффект возникает, ну, вот элементарно абсолютно, особенно, конечно, у детей, у подростков, да и у людей с хроническими заболеваниями, конечно, они тоже более подвержены каким-то негативным токсическим эффектам. Всё не так просто, очень надо быть осторожным с такими вот системами доставки, с этими вейпами так называемыми. Ну, я так понимаю, эта история, она очень ещё молодая, его на рынок вводили где-то в 2014-м году. На рынок они вышли раньше, в начале 2000-х годов, 2004-й примерно, 2006-й год в разных странах по-разному, но первые сообщения, первые заболевания лёгких, ассоциированные с вейпингом, с электронными сигаретами, зарегистрированы в 2012-м году. И вот именно вот тогда вот врачи Всемирной организации здравоохранения начали бить тревогу, что не всё так просто и не всё так безопасно, потому что ещё раз напомню, что изначально это позиционировалось как минимизация вреда, как уменьшение вреда, как здоровая альтернатива никотинозамещающей терапии. То есть раньше никотинозамещающая терапия – это жвачки, это пластыри, но ведь поведенческие, психологические аспекты, то, что надо взять сигарету в руки, выпустить дым, что никуда не девались, и поэтому вроде бы как здоровая доставка никотина, вот всё оказалось, к сожалению, не так. Я так понимаю, у них ещё маркетинг очень хорошо работает, потому что это очень красиво выглядит, да? Это не просто там какая-то там сигарета. Это красивая коробочка, это красивый запах. И получается, что первыми кто-то на это всё попадает – это подростки, да? Вопрос второй – каким образом он попадает к ним в руки, если им это запрещено продавать, да? Но вот эта вся вот красивая история с ароматами, она очень сильно нравится людям молодым, и они начинают ходить, у них это как бы высшая каста, они идут все в красивом дыму, с приятным ароматом, подсаживаются. Если раньше людям нужно было куда-то выйти, сходить, куда-то в коридор покурить, затратить на это время, выделить его, дойти, то сейчас они могут в любой момент, в любом месте взять и покурить. Другое дело, устраивает это окружающих или нет, правда? Да, а вопрос к окружающим, между прочим, тоже очень серьёзный, потому что при вейпинге пассивное курение настолько же опасно, как и активное, потому что вот этот мелкодисперсный аэрозоль, который распыляется в окружающую среду, он также за счёт вот этой вот небольшого размера частиц также абсолютно вдыхается окружающими людьми. Арматизаторов масса, это целая индустрия. 7 тысяч арматизаторов зарегистрированы для вейпов. И причём уже даже известно, какой аромат вызывает какие негативные последствия. То есть отдельно аромат корицы, у него своих негативов больше, аромат ванили свои какие-то проблемы. И это всё настолько известно, но, естественно, такая вот идёт политика умолчания про это. Арматизация, безусловно, образа курящего человека, потому что красивое устройство доставки, красивые для них чехольчики, разные ароматы, возможность закурить в любом месте, в любой ситуации. И вот эти вот случаи смертей, которые зарегистрированы от вейпов, вот эти 68 человек, разброс возраста был от 15 до 75 лет. То есть доступна абсолютно и для детей, и для стариков вот такая вот ароматизация небольшая. Ну вот они заявляют, что это на самом деле не так вредно, потому что там температура горения разная. Если у табака, там где-то я смотрела, 800 градусов по Цельсию, то у них около 300 в зависимости от вида вот этой вот сигареты, которую курят. Вот эти одноразовые сигареты, которые, если ты мог в день выкурить пачку, то здесь вообще, получается, вы не контролируете. Абсолютно. Абсолютно. Вот нет такой дозы, чтобы ты даже понимал, что у тебя, какую дозу ты себе можешь позволить, хотя вот, конечно, никто не должен себе никакую дозу позволять. Нет такого понятия, как безопасная доза. Да. Оно одно и не изучалось, но это так называемая теория нулевой стратегии. То есть стремиться надо, конечно, к полному отказу от вот таких вот изделий. Если родители заметили, что их подросток в силу того, что у него в среде курят, и он не может отстать от этого, да, у него это как имидж идёт, привыкает, и уже выработалась зависимость. Как определить, на каком моменте, что подросток уже не может без того, чтобы не покурить. У них это, наверное, срок сокращённый, не так, как у взрослого, потому что у них ещё всё шатко и гибко. Да, и у подростков, и у женщин зависимость формируется быстро. И тут вот нет вот какой-то линейной корреляции между сроком курения, количеством курения. Такая вот зависимость нелинейная абсолютно. У кого-то она наступает быстрее, как физическая, так и психологическая. У кого-то она более медленная. Но на самом раннем этапе, когда родители выявили такой вот порог у детей, конечно, надо в это как-то стараться вмешиваться. Аккуратно, нетравматично, может быть, с привлечением психологов. Своим образом, своим примером. Ведь не секрет, что в семьях, где родители курят, и дети гораздо чаще начинают курить. Где родители полностью не курящая семья, меньшее количество случаев курения у детей. Для детей, конечно, это вот такое вот определенное даже... Ну, как игра, можно сказать. У меня была пациентка, 16-летняя девочка, у которой было три устройства доставки разные. Вот в сумочке лежало три разных вида электронной сигареты. И она в зависимости от ситуации, в зависимости от настроения, в зависимости от своего пожелания, просто выбирала, что она будет в этот момент курить. Оказалось, в стационаре с тяжёлым поражением лёгких. Не переключайтесь, мы вернёмся через несколько минут. Мы продолжаем программу о вреде курения. И сегодня нам в этом помогает врач-пульмонолог Анна Геннадьевна Сотникова. Анна Геннадьевна, а что делать тем, кто заметил это и хочет вылечиться? Вообще есть такие истории, что люди вылечиваются? Конечно. Тут самое основное – это мотивация. Вот без мотивации кто бы тебе чего ни говорил, на чём бы ни настаивали, какие бы негативные примеры ни приводили, если человек сам не встал на этот путь самурая и не понял, что ему надо отказаться от этой привычки, очень-очень тяжело. Без воли, без мотивации. Несмотря на применение медикаментозных препаратов, психотерапии, эффект будет очень низкий. Очень часто на многих людей действует испуг. То есть заподозрили инфаркт, какую-то другую сосудистую катастрофу. Особенно на мужчин это действует. Человек пугается и может отказаться моментально. И не возобновляет это курение всю оставшуюся жизнь. Такой путь бывает. Кто-то не может вот так вот резко бросить, отказывается медленно, дробно. И это тоже разрешено. Тут как будет получаться, но надо понять то, что лучше всё равно как-то это минимизировать, чем сказать, я вот не смогу отказаться, я буду продолжать курить, это бесполезно. И опять же такой миф среди курильщиков есть, что вот я так долго курю, мне вот один врач сказал, нельзя отказываться от курения, иначе ты помрёшь. Конечно, это полная ерунда, такого не бывает. Ведь существует масса, вот сейчас время доказательной медицины. Сейчас не надо ничего придумать, фантазировать и слушать бабушек на лавочке. Сейчас есть серьёзные, перспективные, такие многоцентровые клинические исследования, в том числе касающиеся курения, где жёстко доказано, что масса заболеваний лёгких и масса заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной системы, они как раз так называемые болезни, ассоциированные с курением. Это всё чётко прописано, это всё известно, и это как бы жизнесберегающая технология, отказ от курения. Такая сейчас жизнь, когда высокий уровень стресса, напряжения, нагрузка, экология не очень хорошая, дополнительно себя чем-то ещё вот таким вот дестабилизировать, конечно, это надо очень не любить свой организм и не ценить своё тело. Вот бытует такое мнение в основном среди женщин, они очень боятся бросить курить, потому что, когда они бросают курить, они поправляются. Так ли это? Вы знаете, конечно, полностью это отрицать я не буду. Да, это действительно проблема такая серьёзная, но этот путь, который всё равно необходимо пройти, смодифицировать образ жизни, режим питания, занять свой организм чем-то другим, найти какие-то другие удовольствия. Ведь тот же самый спорт, физическая активность, какое-то хобби – это та же самая выработка эндорфинов, это замещение вот этого удовольствия, которое вошло уже в метаболизм, вошло в режим жизни у таких вот активных курильщиков. Беда ещё в том, что вот этот абстинентный синдром курильщика, даже это относится не к алкоголикам, не к агроманам, а именно описано при курении, что даже вот эта вот зависимость, эта абстиненция, она с годами может не слабеть, а только усиливаться. Поэтому вот эту мотивацию, вот это желание, конечно, надо в человеке и самому в себе подпитывать, и чтобы окружающие тоже его поддерживали. Потому что совершенно верно, что формирование вот этой вот среды, оно львиную долю оказывает такого вот на человека именно влияния. Мы люди и существа социальные, и, конечно, всё, что происходит рядом с нами, на нас очень влияет. Поэтому, может быть, курильщикам в такой ситуации выбирать некурящую, здоровую среду, где-то поменять свою компанию. Это очень важно. Это очень важно. Вот если человек встал на путь исцеления, через сколько у него пропадает психологическая зависимость, физиологическая? Пожизненно сохраняется. Пожизненно сохраняется? Да, может сохраняться пожизненно. Да, кто-то действительно избавляется, но вот таких вот железобетонных установок нет. Продержался 10 лет, всё, не возвратишься. Нет, компания, где курящий человек, алкоголь и... Всё зависит от силы воли непосредственного индивида. Да, 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 да. Постоянная работа с собой. Кому-то помогает ведь, ну, тут кто во что верит. Кому-то иглоукалывание, кому-то психотерапия, всё что угодно. Кому-то активный спорт, кому-то другое общение. Надо стучаться во все двери, во все ворота, и это очень важно. А как идёт путь исцеления? С чего он начинается? У всех бывает по-разному. Это очень-очень индивидуально зависит от человека. Но это есть какая-то схема из лечения? Это медикаменты, это что? Это работа с психологом? Это комплекс, да. Надо понимать, что панацеи нет. Вот такого способа, что вот точно, вот он сработает, железобетонного в медицине вообще ничего нет, а уж в отказе от курения тут бывает, что шаг вперёд и два назад. Но начать, конечно, с консультации специалиста всегда, чтобы специалист, терапевт, пульмонолог, просто понял твоё ядро личности, распознал твои медицинские какие-то проблемы и, может быть, где-то мотивировал в отношении здоровья и подобрал именно такую вот терапию, к которой будет тропин этот пациент, к чему он будет более восприимчивый. И, естественно, это постоянная поддержка, то есть какие-то, может быть, визиты, которые бы его укрепляли на этом вот таком вот правильном пути. Не бояться срывов, смотреть всё равно с верой, с оптимизмом вперёд. А кто чаще всего обращается? Обращаются именно испуганные люди, которые понимают, что им надо бросить курить, потому что какие-то проблемы со здоровьем появились у кого-то, это хроническая обструктивная болезнь лёгких, ну, даже вот обычный кашель, который снижает качество жизни. У кого-то появляется отдышка, и вот когда только первые симптомы появляются, тогда люди начинают вот как-то тревожиться и уточнять, а от чего это. И, конечно, вот такое вот курение – это 99%. Если зайти в наше пульмонологическое отделение и провести опрос среди пациентов, ну, это, конечно, 80% курящих людей. К сожалению, это так. Ну, просто я никогда не встречала людей, которые решили сами пойти на лечение. Это или уже астму поставили, да? Или жена привела. Или, ну да, жена привела, потому что вопрос ребром. А так это какая-то самодеятельность. Они пробуют то жвачку пожевать, то пластырь прилепить. Но это помогает на самом деле? Опять же, помогает как дополнительный фактор при наличии жёсткой решимости и мотивации. Если человек думает, вот я сейчас пожую жвачку, мне перестану хотеть курить, и всё будет. Конечно, нет. Конечно, нет. Это вот только мотивация, только воля. Ну и дополнительные вот такие вот средства. Ещё какую-то книгу читают? Книга, да, Алан Кар. Она помогает. Помогает? Удивительно, но помогает, да. Да, да, да. И многие курильщики мне известные такие, злостные курильщики, настоящие курильщики. Многолетние, стажированные. Да. Но это опять же, когда человек был настроен, когда был он уже готов, книга уже как триггер. Раз, и сработала. Но сработала, тем не менее, да, помогает. Школьников часто приводят? У нас центр занимается взрослыми людьми, начиная с 18 лет, поэтому такого опыта у меня меньше. Но по детям курящих людей, да, да, все они советуются с 10 лет. Вот у подростка, у него как проявляются вот эти все? Подросткам вообще сложнее с подростками. Это формирующийся юный организм, у которого ведро гормонов, в которое он просто не знает, куда выплеснуть. И если на его пути какой-то друг-курильщик, родитель-курильщик, конечно, это здорово. Это снижает уровень стресса, на какое-то время помогает наладить коммуникации с друзьями, в обществе. Вот эта вот история с коммуникациями. Очень часто, слышу очень часто, что курю, потому что очень удобно налаживать коммуникации. Конечно, потому что все общение в курилке, да. Да, да, даже вот, конечно, даже у взрослых людей. Хотя, в общем-то, к курящим людям сейчас, ну, можно сказать, относятся как к изгоям. Сейчас же нельзя курить на территории общественных учреждений. Есть специально отведённые места для курения. Но у курильщиков настоящих нет препятствий. Нет препятствий. Вижу цель, не вижу препятствий. Регулярно вижу и на перроне, и около магазинах. Везде курят, да, согласна. Как никотин действует на организм? Почему такая тяга идёт к нему? Действует на какие-то участки в мозге удовольствие или что? Да, совершенно верно. Стимулирует определённые зоны, которые у человека ассоциированы именно с удовольствием, именно со спокойствием. А потом уже это просто входит в обмен веществ в метаболизм, и человеку каков становится менее комфортно без каких-то вот таких вот микростимулов, которые он получает от никотина. Очень часто люди любят вкусно поесть, а потом обязательно сходить курить. Это вот два вида удовольствия. Да, человеку самое важное – это вкусно поесть, и потом ещё отшлифовать курение. Да, ну так курильщики говорят, я лучше есть не буду, я откажусь от многих благ цивилизации, от всего, но только без сигареты не смогу. Многие тяжёлые пациенты, у которых как раз заболевания, ассоциированные с курением, едут в реанимацию, их раздевают, они прячут пачку сигарет в трусы. То есть эта зависимость такая… Но это наркоманы. Наркоманы, наркоманы, совершенно верно. Да, совершенно верно. А какие мы можем дать рекомендации людям, чтобы бросить курить? Первый этап – это, конечно, осознать. Осознать, что они вредят своему организму. Для того, чтобы жить, мне нужно тело, курение убивает моё тело. А я хочу жить, а курение убивает моё тело. Первое – вот именно осознание, то, что они наносят иногда непоправимый вред своему организму. И то, что курить можно бросить всегда. Нет такого, что я курил долго, теперь мне до конца жизни курить, иначе будет хуже. Вот один мужик в нашем доме бросил курить и умер. Каждый курильщик обязательно рассказывает такую историю. Поэтому у каждого свои объяснения, почему он не может или не хочет отказаться от курения. Но то, что доказан эффект такого благотворного влияния отказа от курения на любом этапе, любого заболевания для любого человека, это не подлежит никакому сомнениям. Это нужно сделать. Ну, я так понимаю, что в любом случае это тоже нужно выносить на законодательный уровень. Это уровень государства, иначе нам с этой неприятностью по-другому не справиться. Конечно, конечно, конечно. Когда идёт такая популяризация электронных систем доставки никотина, разные коробочки разных цветов с разными запахами, здорово и для мальчиков, и для девочек. Ну, такой вот активный, где-то даже агрессивный маркетинг в этом отношении. Конечно, тяжело удержаться не только детям, но и некоторым взрослым, у которых жизнь тяжёлая. А реально есть какие-то невредные вещества? Есть альтернатива? Ну, что, минимальный вред организму? Вы знаете, вот я про такие не знаю. Вот я про такие не знаю. Если просто имитация какая-то, водяной пар, абсолютно не никотиносодержащий, ну, наверное, это вот как просто коррекция поведенческой зависимости. Но я про такие не знаю, честно. А вот ещё кальян люди курят. Говорят, нет, 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 я не курю, только кальян. Кальян – это тоже особая история. Это же тоже определённые системы нагревания табачной смеси. Это всё равно табак. Что в эту смесь ещё входит, тоже большой вопрос. Плюс эта же система, такой закрытый контур, где там вот этот водяной фильтр, где меняется в лучшем случае в этих кальянных только мундштук дезинфицируется, а курят все по кругу, и от компании к компании он потом переходит. Тут не только токсическое воздействие на организм, а ещё инфекция. Ой, там помойка, наверное. Инфекции, и туберкулёз, и нетуберкулёзный микобактериоз, и грибковых кучи инфекций, которые любят культивироваться и размножаться во влажной среде. И это всё вот кальянщики с лихвой это всё имеет. У меня один пациент, который работает профессиональным раскуривателем кальянов, настройщиком кальянов вот в каких-то вот этих вот элитных кальянах. Ух, это мой частый пациент, которым мы, наверное, пролечили уже всё, что могли. Весь зоопарк собрал он в своём организме. И какие основные инфекции? Грибковые. У них название есть? Да, это плесневые грибы, чёрная плесень, аспергилла. И вот это вот всё, вот эти виолы наши заходят, да? Да, да, конечно, конечно. Это тоже наночастицы, микрочастицы, которые прямо летят прямо в лёгкие. А ведь у курильщиков в чём тут ещё кроме токсического воздействия? Это нарушение местного иммунитета. Да, то есть у нас локальный иммунитет дыхательных путей, он обладает функцией самоочищения. То есть даже если что-то негативное попадает в дыхательные пути здорового человека, слизистая, барьер слизистый, ворсинки слизистые, они это всё выводят, с этим справляются. Где-то человек откашлялся, всё хорошо, всё нормально. У курильщиков вот этот мукоцеллярный клиренс, так называемый, естественное очищение дыхательных путей, нарушено полностью. Что туда попало, какая инфекция, размножилось, расплодилось и вызвало уже инфекционное заболевание. Поэтому вот почему курильщик кашляет? Да, от воздействия токсических продуктов горения, но ещё от того, что инфекция из-за инфекции садится на курящего человека. А вот ещё такой вариант курения, как сигары. Они же говорят, что они не затягиваются, поэтому никакого вреда они не доставляют организму. Вот так ли это? Вот у курильщиков сигары больший процент рака полости рта, языка и гортани. То есть вот даже если они не затягиваются, оно не проходит в низко в дыхательные пути, но у нас есть верхние дыхательные пути, где же всё равно они активным вдохом раскуривают эту сигару. Получается, что они в этой всё вредны. Хочется сказать, конечно, что это может быть, да, вот эта стратегия уменьшения вреда, но язык не поворачивается, так сказать. Сидим и курим ручку или карандаш. Точно, точно, точно. Получаем другие удовольствия от жизни. Анна Геннадьевна, спасибо вам большое, что откликнулись, рассказали нам о проблеме. Мы с вами прощаемся и ждём вас снова. Спасибо большое, спасибо. Это была программа «Люди большого города» с Аленой Патриной. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»